Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Сегодня на повестке экономического календаря данные по ВВП еврозоны, которые выйдут в 9.00 по GMT. Как и ранее, пока на данном этапе я не проявляю какой-то торговой активности в отношении европейской валюты, потому что больше замотивирован на торговлю индексом доллара, где у меня есть конкретная торговая рекомендация, торговая сделка, решение, и я, собственно, о нем очень часто вам рассказываю, практически каждый день. Также сегодня в 12.30 выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице. Этот отчет может повлиять на динамику доллара, потому что в последнее время сложилась тенденция, что рынок более чувствительен к еженедельной статистике, потому что каждый релиз сейчас влияет на вероятность повышения ключевой процентной ставки. И так будет продолжаться, друзья, ровно до следующей недели, потому что уже на следующей неделе заседание американского регулятора. Вот это событие точно станет знаковым, может быть даже судьбоносным для доллара, станет причиной повышенной волатильности резких движений и, я надеюсь, все-таки убедит достаточное количество трейдеров примкнуть в ряды продавцов и толкнуть индекс доллара к уровням ниже 103 пунктов. И потенциально 102, 101 и долгосрочная цель, это уже юбилейная планка 100 пунктов. В общем, тенденция здесь нисходящая. Давайте начнем тогда с доллара. Сейчас котировки 103.96, особая ситуация за последние торговые сессии не изменилась. И мы правильно вчера отметили, что сейчас рынок это перетягивание каната между теми, кто все-таки топит за идею повышения ставки. И, разумеется, на этом фоне доллар может укрепить свои позиции. Те, кто видит куда больше оснований, чтобы ставка осталась на прежнем уровне. И американский регулятор уже наконец-таки сделал заявление о том, что пик по ней достигнут и уместно через какое-то время начать ее даже снижать. Я на основании всего, что было ранее сказано, сторонник того, что ставку нужно сейчас как бы заморозить на текущем этапе. Да, я не за то, чтобы прям сразу нужно снижать, но, соответственно, в перспективе до конца этого года, скорее всего, ставку можно будет оставить на том уровне, диапазоне, на котором находится сейчас. Потом, получается, по итогам еще двух кварталов оценить общее положение дел и принять уже окончательное решение. Но все равно отсутствие решения по росту процентной ставки – это как раз вот тот самый фон, на котором американская валюта позиционно должна снижаться. Текущая вероятность повышения процентной ставки по данным инструмента FedWatch – 33%. Это выше, чем было день назад, когда мы говорили о вероятности 18-19%. Но я думаю, что сейчас на рынок очень сильно влияет решительность других банков. Вот, например, неожиданное повышение ставки со стороны Резервного банка Австралии, которое дополнилось таким же неожиданным решением о росте ставки со стороны Банка Канады вчера. В обоих случаях вероятность ужесточения политики была крайне низка, потому что буквально руководство этих банков во время прошлого заседания давали понять, что теперь пауза, потому что хотят оценить эффекты ранее принятых решений. И вот ни с того ни с сего ставка снова растет. Поэтому многие предположили, чем Федрезерв хуже. То есть если эти банки подняли ставку, американский регулятор может сделать то же самое. Я, как уже отметил, все же буду склоняться к идее того, что повышение ставки мы не увидим. Очень негативный, скажем, бэкграунд, если копаться в макроэкономических отчетах, опустите сам факт значительного роста новых рабочих мест и копните глубже в отчеты по рынку труда. Последние релизы АИСМ производственного сектора, сферу слуг. Я говорил, что здесь нужно смотреть на тенденции. Промышленность снижается 7 месяцев подряд. Сферу слуг минимальное значение с мая 2020 года. И на рынке снова говорят о том, что темпы роста американской экономики снижаются. И ВВП будет гораздо хуже. показатели до конца этого года, чем прогнозировалось ранее. На мой взгляд, если логически рассуждать, то дополнительно сейчас уже начать монетарную политику совсем не дальновидное решение. Очень многое будет зависеть от отчета по инфляции, который выйдет за день до оглашения решения по процентной ставке в США. Этот релиз будет вовлекован в следующий вторник. Можете посмотреть прогнозы. Прямо сейчас ожидается, что инфляция в прошлом месяце снизилась с 4,9% до 4,2%. Друзья, это победа самая настоящая. Да, действительно. И возможно, это тот самый показатель, который позволит сказать, что решения американского регулятора достаточно эффективны. Они уже привели к такому прогрессирующему снижению инфляции. Но зачем тогда дополнительно еще тащить ставку заимствования, ключевую процентную ставку вверх. Я сторонник по-прежнему короткой позиции. Буду ждать дальнейшего снижения. Рынок нефти 76-74. Локально растем фона для того, чтобы котировки обновляли локальные максимумы достаточно. Это решение ОПЕК по дополнительному снижению объема нефтедобычи на 1,4 миллиона баррелей. В совокупности с тем решением, которое было согласовано год назад, общее снижение превысит уже 3,5 миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия также со своей стороны дополнительно анонсировала снижение производства на 1 миллион, начиная с июля этого месяца. Данные по запасам нефти США, вчерашний отчет от администрации энергетической информации. Здесь тоже спад снижением на 0,4 миллиона. Да, не так уж и много, но все-таки, если сравнить с ожиданиями, которые присутствовали на рынке, а трейдеры прогнозировали значительный рост, это тоже хороший показатель, который доказывает, что правы были те, кто начал уже закладываться под сезонности в этом плане. Из-за автомобильных отпусков, повышенного спроса на топливо, запасы априори в летний сезон должны снижаться. И если эта тенденция сохранится, то тогда мы сможем, друзья, расти с брендами WTI и дальше. Есть определенные вопросы китайской статистики. Наверное, как и всегда, последние данные по торговому балансу очень сильно разочаровали. Экспорт снизился на 7%, импорт просел на 0,8%. Это точно не то, что вяжется с очень хорошей базой для экономического роста и восстановления после всех антиковидных ограничений. Но есть то, что есть. Я ранее иллюзий не питал. Я был уверен, что пока что на Китай рассчитывать и надеяться не стоит. Но я уверен, что к концу года ситуация улучшится. И тогда уже с риском, уже, надеюсь, он реализуется, значительного снижения предложения, рост китайской экономики станет окончательным триггером для повышательной динамики котировок нефти. Буду готовиться к этому заранее, постепенно заходить в рынок, увеличивать позицию и, собственно, начал делать это уже на этой неделе. Доллар канадец 1,3360. Правильное здесь направление рынка мы выбрали. Поставили на укрепление канадского доллара, который сейчас получает поддержку от роста нефти и от решения Банка Канады повысить процентную ставку на 25 байсных пунктов до 4,75. Поскольку Банк Канады настолько испуган сейчас высокой инфляцией, что прям вынужден был для себя. Не знаю, зачем от этого. Этого никто не ожидал. Ну, сделал заявление о том, что ставка потенциально будет повышаться и дальше. Давайте тогда ему поверим и на этом фоне попробуем добраться до нашей цели. 1,33 до нее остается совсем немного. Австралийцы против доллара. Ближайший целевой ориентир достигнут. Мы смотрели на уровень 0,67. Он был протестирован. Текущие котировки 0,66,62. Толпа по-прежнему в коротких позициях. Больше 70% трейдеров. Есть вероятность того, что пара сохранит, продолжит восходящую динамику. Филипп Лоу, который возглавляет Резервный банк Австралии, дал понять, ясно, очень правильная формировка, что высокая инфляция представляет куда больше риска для экономики, чем повышение процентной ставки. Ну, если немного разложить, опять же, это заявление, это свидетельство того, что ставка будет повышена, скорее всего, и на следующем заседании Резервного банка Австралии, может быть, даже еще не раз до конца этого года. На данный момент ставка Резервного банка Австралии находится на уровне 4,1%. Если сравнить с ставкой других регуляторов, ну, да, есть еще пространство, где разгуляться, чтобы поднять ее до средних по рынку значений. Здесь тоже длинная позиция в приоритете. И что касается еще двух инструментов, фунт против доллара 1,2450, текущие котировки, тоже ситуация особо не изменилась. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, проблема с инфляцией в Англии будет самой острой среди всех развитых стран. Мы это и так знаем. Мы знаем, что Банк Англии должен с этим бороться. Ждем 22 июня заседание Банка Англии по процентной ставке, решение по процентной ставке, ее повышение и возможный рост пары выше уровня 1,26. И по золоту пока что без рекомендаций, без сделок. Ищу точку входа, но не могу покупать этот инструмент вместе с толпой, потому что 75% трейдеров сейчас находится в длинных позициях. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!